Добрый вечер, у эфира программа «Новины титни», у студии працует Маргарита Швукова. На протягу ближайших 15 хвилин 7 дней с життя нашего региона вашим корреспондентом информационной службы телерадо компании «Гомель». Глядите в выпуску. Сегодня меньшование с нагодой профессионального свято принимают наставники. Международные назиральники дали становшую оценку ходу выборшей компании в регионе. Гомельская фабрика «Прогресс» отримала перемогу на специализованном конкурсе в Минске. Гомель вошел в лик самых привабных для российских туристов городов. А зараз об этом и иншим больше подробно. Сегодня в Беларуси означается День наставника. Это свято можно назвать саправдым всенародным, бо каждый из нас в Майя заразе имеет дошенение до школы. Какие они сушасные наставники и какие подарунки рыхтуют для их школьники? Как знать отказы на это питание, Олег Сентюров наведал одну из гомельских средних школ. Восьмая гомельская средняя школа открылась в 1971 году. За 44 годы тут сдолялись творить и заховать самое головное, сгуртованный педагогический коллектив. Это когда с радостью идешь на работу и с радостью вертайся до дому. Нельзя сказать, что наставники николи не стомляются, Олег Калипрацович за довольнением, навод стомненность может приносить радость. Наставник истории Иван Веселов каже, что он за белорусско-российский династый педагогов. Правда, протягивать семейную традицию его никто не промышал. Свой шлях выбрал свя дома. Вышедший в научальную установку закончил с червонным дипломом. Причем не только досконало выучил историю, а и володу еще английской мовой, которую в будущем планует так само выкладать в школе. Причем так само нестандартно, как зараз робить на уроках истории. Формула проста. Нужно рассказывать интересно и нужно жить этим предметом. Учитель должен быть очень хорошим актером на уроке, чтобы ученики все 45 минут слушали не просто материал, а смотрели на учителя как на актера и смотрели на урок как на драму, как на действие. Я историк и я не могу сухо рассказывать свой предмет. Сегодня в 8-й гомельской средней школе 1060 учеников и 75 наставников. Причем каждый пятый был выпускник этой установы. Смахчима тому и атмосфера в школе некая особливая. Василий Акимрази директор Нона Дубинина о своих подначальных говорите. Только у выдатной ступени и обовязково додает доверять можно кожному зыг. Никогда не считаю со своим личным временем, и я думаю, что это ключ к успеху. Никогда и своих учителей так же настраиваю. У нас нет ответа, что мой рабочий день уже завершился. Если либо учитель, либо родитель, либо ребенок приходит ко мне в кабинет, я всегда откликаюсь. С наученцами наставники в угле мгнутся завсюду, потребляясь относины, которые выходят за рамки керавник-подначалины. В оселях им разе кажут, что у каждого необходимо видеть теперь за всю особу и уличить ее интересы. Педагог-организатор Анжелика Рашанок в школе с минулого года. Тогда училась на пятом курсе и работала по договору. Теперь полноправный член коллектива. У некой ступени Е.Е.Посада, отповедая советскому пионеру-вожатому, Алис Борж широким колом задачи. Причем неформальный подоход до выконания обовязков только витается. Я специально даже работаю в субботу, намеренно, потому что мне очень нравится именно вот эта вот работа внеурочная, когда дети шумят, могут себе позволить что угодно, танцевать, играть на барабанах. Это может быть когда-то и запрещают дома делать или еще где-то. Здесь они приходят и чувствуют себя просто свободными, делают что хотят. Я им не запрещаю. И мне кажется, зачастую из этого баловства в итоге выливается что-то очень интересное, что какие-то концертные номера, которые мы позже используем. Этот сюжет рихтовался на передаде Дня наставника, а там и сюрпризы для своих педагогов школьники еще только рихтовали. Повершовать обещали у всех без выключения, и не только складенными с этой нагоды вершими. До свято школьники подрихтовали для своих наставников концерт с живым гуком. По коль, правда, это сюрприз. Хоть не выключено, что некоторые педагоги об нечем уже и догадываются. Этот учебный год в 8-й гуманской средней школе называют ураджайным. В том смысле, что сирот сегодняшних выпускников может быть одразу 10 медалистов, 8 за яких учатся в 11-м А. Правда, на переде уехающий год в учебу и удел у разных споборницах. Александр Поршунков, например, мая намер перемогчей на республиканском этапе предметной олимпиады по гистории. Чему и не, як вядома дарены той солдат, який не марить стать генералом. До того же, га-то дать значные переваги при поступлении у ВНУ. А там, макчима неколи, по прикладу інших, так само вернется у школу наставникам. Тем больше, что уже зараз мая уластная погляда на тему, яким повинен быть сучастный педагог. И навод делится ими за іншими. Сказать, скажем, как я вижу их метод. Допустим, если они ко мне обратятся и спросят, что бы я хотел у них увидеть нового, интересного, что бы они могли мне еще показать, дать. Нельзя сказать, что у 8-й коминской средней школы нема проблем, а лес картица тут непринятым. Тем больше, что по крыху яны выращаются, як уластными силами, так и за помогой у влад. Селита, например, отримали от сочинения облаконкам сартификат на 260 миллионов рублей для проведения романных работ и взмацнение материально-техничной базы. А перед тем, як развитаться со школой и яе коллективом, мы выращили запытаться, а что ины сами жадают себе на профессийное свято. Уреже кому об этом ведать, лепшим самим наставникам. Самое главное, я бы пожелала любить свою профессию, гордиться этой профессией. Может быть, сегодня это не так популярно, как раньше. Сложно работать сегодня учителем. Поэтому терпение, мудрость и все-таки любви к профессии, любви к детям, чтобы эта любовь вдохновляла, давала силы. Желаю хороших учеников, воспитанных учеников и умных учеников. Желаю учителям роста профессионального и, естественно, лада в семье, потому что без прочного тыла невозможно никакие достижения. Поздравляем! 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 Алексей Нечуров, Валерий Копанько, телерады, компания Гомель. Беларусь рыхтуется до проведения выборов президента. За их организацией слушать международные надзиральники адмиссии СНД и АБСЕ. На этом тыдне они проймали удел у посажения Гомельской областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь и становучи оценили ход политической кампании. Наш корреспондент Марина Северьянова доведалась об особливостях выборчей системы Беларуси и замежных краин. Мы проставляем в вашей увазе интервью с гоноровым работником юстиции Республики Беларусь Маргаритой Жоровой. На протягу восьми годов Маргарита Анатольевна працавала у Центральной выборчей комиссии. Не одной же выступала и у якости международного надзиральника за проведением выборов в замежных краинах. Через неделю, 11 октября, в нашей стране состоится главное политическое событие «Выборы президента Республики Беларусь». Расскажите нам, пожалуйста, об избирательной системе Республики Беларусь. Системы различаются. Существует несколько видов системы. Мажоритарная, мажоритарная абсолютно большинство, пропорциональная и смешанная. У нас в Беларуси мажоритарная система. Это значит, что у нас тот кандидат, который набрал большее количество голосов, считается избранным. Маргарита Анатольевна, интересно узнать, какие избирательные системы существуют в других странах. В институции гарантировано, что человек любой может, кто дееспособен принимать участие в выборах. Дееспособность разных государств начинается по-разному. Например, если у нас 18 лет, то в других государствах есть 21, а вот с 25. Если говорить о избирательной системе, например, Латвии, то, насколько мне известно, как юристу, там голосовать может любой человек, который проживает в Евросоюзе. Только для того, чтобы в Латвии голосовать, ему нужно приехать за 90 дней, допустим, до выборов, зарегистрироваться на территории Латвии и голосовать как гражданину Евросоюза. Ну, это как бы вот такое право. Маргарита Анатольевна, из каких этапов состоит избирательный процесс? Ну, я, наверное, его, исходя из избирательного кодекса, разделила на следующие этапы. Первый этап – это как бы идет назначение выборов, потом идет создание комиссий, которые проводят выборы, соответственно, потом идет выдвижение кандидатов, их регистрация, потом идет агитация предвыборная, ну, а уже потом голосование само по счету. Вот я бы разделила на такие этапы. Ну, и, наверное, если говорить важным вот в этапе подготовки выборов, это формирование списков избирателей, вот, учитывая, что 11-го состоятся выборы, я бы для всех хотела озвучить такую информацию, что мы должны проверить, есть ли мы в этих списках для того, чтобы прийти и не было никаких непредвиденных обстоятельств. То есть мы должны посмотреть, включили ли нас список избирателей. А как это сделать? А на участке сейчас доступ можно на любом избирательном участке, к которому мы относимся по территории, а территорию включают до 3000 избирателей, вот, участковая комиссия. Прийти в избирательную комиссию, там всегда есть дежурный человек. Вот, например, на нашем участке я могу пойти и проверить, и посмотреть, как записаны наши сведения о нас именно. Как происходит процедура досрочного голосования? По законам предусмотрено досрочное голосование. Кстати, во многих странах имеется такая процедура, и у некоторых даже есть голосование электронное, и в течение определенного срока, до выборов. Даже в Америке, насколько мне известно, по закону избирательному, голосуют электронно, почтой, и могут в любой день за 40 дней до выборов, а потом подсчет еще идет длительное количество дней. У нас тоже возможное голосование электронное, способом электронного голосования проводить выборы, потому что наше государство очень развито, уже движется по пути электронного документа оборота. У нас есть электронная цифровая подпись, планируется как бы электронное правительство в будущем. Поэтому вполне, учитывая технологии наши, такое у нас возможно. Досрочное голосование, как правило, начинается сейчас не ранее, чем за 5 дней, до выборов, у нас 6 октября начнется, да, и будет идти. Голосуют на каждом участке с 10 до 14, потом перерыв, и затем голосуют с 16 до 19. На участке должно быть не менее двух членов участковой комиссии, там могут присутствовать наблюдатели. Почему нужно прийти на выборы? Ну, наверное, потому что, если мы люди непассивные, если нам совершенно небезразличны будущее нашего государства, если мы хотим участвовать в процессе государственного управления, то мы обязательно должны быть на выборы. Конституция – основной закон, который говорит, что это не только право, это очень почетное право, которое предоставляет возможность руководить государством, вот именно через этот процесс. Сейчас это вот те самые, электора – это те самые, кто может что-то сделать для государства. Поэтому на выборы надо прийти, хотя бы даже для того, чтобы показать, что мы социально подготовлены. А мне кажется, наше население в последнее время достаточно подковано правовом основании, не только во всех своих правах, но и в избирательном праве. И вот эта вот сознательная активность позволяет нам видеть, что мы живем в социальном обществе и все возможности можем использовать, которые нам предоставлены законами. Спасибо большое, Маргарита Анатольевна, за беседу. До новинок экономического жития региона. Гомельшина по вынниках трех кварталов выполняет пять из восьми прогнозных показчиков социально-экономического развития. Попередние дадзины о праце промышлого комплекса и народной господарки региону были огучены подчас аппаратной нарады гомельским облвыконками. Подробностей в наступном материале. Заховать станучую динамику отрымалось у сферах будовництва, гандлю и транспортных перевозок. Шерах проблем, характерных для экономики в целом, не дозволил выконать показчики по вытворчести волового регионального продукту, экспорту товаров и послуг. А кроме того, назирается некоторое снижение объема вытворчести у аграрным секторы. Такая проблема актуальная для у всех регионов Украины. Спад показчиков у промысловости частково связан с ремонтными работами на Мазырском нафтоперепрацучем заводе. Импортерам замежной продукции поведомили парадок и пералек споживецких товаров, які подлягают обовязковой санитарно-гигиеничной сертификации. Постанова номер 47 Головного державного санитарного урача Республики Беларусь даджится импорту продуктов, харчаванья, косметики, дитячей вопротки и широку інших товаров. У пералеку усяго 10 позиций. У той же час постанова не распаусюджывается на большей товаров, вырабленных Украинах Мытного Союза. По словах специалистов, не варто турбоваться и самой шматликой категории гомельских предпринимальников. В данном постановлении в пункте втором указано, что не распространяется на товар индивидуальных предпринимателей, которые реализуют свою продукцию на рынках и торговых объектах и которые платят единый налог или упрощенная схема у них налогообложения. Гомельская фабрика «Прогресс» отримала перемогу на конкурсе, який проводился концерном «Беллес Папера Прам» у Минску. По широгу крытерию «Прогресс» признанный лепшим меблевым предпринимством краины. Его вытворчая магутность сёння загружена целком. Ассортимент вырабаў наличивая свыж 50 видов мяккой и кухонной мебли. С пачатку года выраблена продукция на 156 млрд рублёв. Такие пакашчики досягнуты переважно за кошт модернизации. Гэта дазволила палепшить умовы працы, знизить спаживание энергоресурсов и саби кошт, а у кончатковым вынеку повысить якость продукции и её конкурентостольность. У совезе с падением по быту некольки знизилися поставки мебли у Россию. Однако у целом география экспорту поширается. Беларусь всё лето стала самой популярной серот российских туристов Украины СНД. Амаль 40% у всех поездок миновиты в Беларусь. У лику 20 популярных городов на этой просторы и Гомель. В апошли годы наш регион пошел привабливать гостей новыми туристичными накерунками. Подробностей у нашего корреспондента Марины Северьяновой. Звыше 100 тысяч туристов что год наведывают в Гомельскую область. Спортивные, религийные, поляуничные миновиты гэты на керунке особливо популярные сирот замежных гостей. Так, в апошли час у якости тренировочной базы замежные спортивные команды выбирают миновиты объекты, размещенные на территории нашего региона. Наприклад, все лето свои учебно-тренировочные сборы тут привели спортсмены с национальной олимпийской команды Королевства Катар. Инфраструктура и спортивные базы Гомельской области достойно заслуживают внимания именно иностранных спортсменов. И мы уже становимся не первый год свидетелями, когда наши базы выбирают спортсмены для децентрализованной подготовки непосредственно на территории Гомельской области. Самые популярные объекты региона уключены у туристичный маршрут «Золотое кольцо Гомельщины». Гэта подороже по музеях, храмах, родовых сядибах региона. А знакомство с областным центром починается с парку. Палацово-парковый ансамбль – одна из главных славутостей Гомеля. Городок аттракционов, но бережная реки Сож – реликтовый ботаничный сад. Худка после рестаурации открыется оглядная вежа. Новая винтовая лезвица, оглядная пляцовка, сучасная подсветка. До речи, вежа представляет собой пристосованный под парковый объект трубу былого цукрового завода князя Упаскевича. Она была побудована на начале 19-го года. Вежа, вишеней свыше 40 метров, завсюду была популярным объектом сяроджихаров города и шматликих туристов. За аварийного стану в 2007 году объект был закрытым. Если мы хотим ввести новое, то это новое не должно навредить старому. Так, допустим, в башне она будет восстановлена, восстановлены ступеньки, восстановлена кирпичная кладка, верхний купол. И наверху будут планируются к установке смотровые бинокли. Вот их не было ранее. Кошт проекта – каля полутора миллиардов рублёв. Рестаурационные работы завершаются, и уже сё лето вежа будет открыта для наведбольников. Марина Северьянова, Дмитрий Радянко, телерадио «Компания Гомель». До культурных подей. Шарах премьеры – одразу три новые сезоны – театральный, музыкальный и литературно-мастацкий – стартовали у Гомеля на минулом тыдне. Как это было, доведуемся разом с Ганной Ковалевой. Этот фильм является первой национальной мастацкой картиной, изнятой по профессийным стандартам Голливуду. Широкий прокат в остросюжетной драмы «Мы, браты», почався на минулом тыдне. С вами Ганна Ковалева, и это «Огляд культурного життя» за опошний 7 дней. Над фильмом «Мы, браты» працавали специалисты за 11-ти краин у тымли кузорки и сусветной величины. У першиню сучасная белорусская картина отрымала профессийный дубляж на английскую мову. На экране библейская история Кайна и Авеля у сучасности. Убачатся ее у 40 краинах света. По суседству залы у фаекина театра открылась фотовыстава белорусского телеграфного агентства «Суверенная Беларусь. Эпоха досягнению». У экспозиции архивные и сучасные фотоработы, яке одлюстровывают изменения, что отбулись в Украине за опошние 20 годов. Как было и как стало. В области, в стране, как мы стали жить, все это сказано в фотографиях. Емко, понятно и убедительно. Еще одна выстава открылась у Громадско-культурного центра. У экспозиции 20 работ, яке стали выником международного пленэру. Ян проходил уже не у них этого года на Мазырской земле, края вида якой и знайшли, а для устрова не на полотнах. Тым часом на сцене культурной установы отбылась и иншая знаковая падея. Месяц подрыхтовки, долгих годин репетиции и масса затраченных намаганнёв. Усё гэта засталось и уминулым. На пераде полная зала слухачоу и долгая чаканная премьера. На сцене Громадско-культурного центра, десятки инструментов и хваляющая тишиня. Пакуль, празд некальким гненью гэтэй мэсце займуть музыканты областной филармонии, как выканать первые в новом концертном сезоне аккорды. Разом с ними выхованцы продюсерского центра «Артбиз». Специально для гэтэха проекта был створен шыраг новых аранжировок. Со сцены гучали мелодии белорусских композиторов, народные песни с участным выкананні и сусветные хиты на английской мове. У першыню в новом сезоне подняли заслоны и у областным драматичным театры. До премьеры гомельских актёров вёл московский режиссёр Вадим Пинске. До речи, для его работа у Гомеля так само свою особливая премьера. Першым спектаклем нового сезона стала комедия «Маю жёнку зовут Марыз». Постановка сучаснага французского драматурга Рафишарта мела поспех у 35 краинах свету и показу Гомеля пополнил гэтэспес яшэ на одну. Новый сезон распачаўся так само у Центральной городской библиотецы имя Герцена, однак не театрально, а литературно-мастацки. Героем першого вечера циклу «Сустрыча на замковой» стал Барыц Кавалерчик. С на годы 80-х годового юбилею письменник презентовал свою новую книгу «Алтюковцы жартуюць». Минулый тыдень был богатый на открытии. Наступные семь дюн будуть не менш колоритными. Выстава Андрея Крылова, программа рок-хиту, выканание симфоничного оркестра и юбилейный концерт камерного хора областной филармонии. Подробясь ней про гэтэта мы расскажем про стыдень. До сустрэчу! Далее про спорт. После поражения от Витебска футбольный клуб Гомеля опустился на опошний родок турнирной таблицы чемпионат Украины в высшей шелизе. Сегодня зеленый-белый спробует выправить ситуацию. У гостей завитал новополоцкий «Нафтан». Об тем, что отбудется у спортивной житии региона в ближайшие семь дюн, ведая Максим Савин. На наступном тыдне женочая сборная Беларуси по гонболе проведет два матча квалификации чемпионата Европы 2016 года. У сирады семаго Костычника белорусские в гостях сгуляют с командой Норвегии. В неделю 11-го Костычника в Минску будут спрымать сборную Румынии. Допомогать национальной команде пробиться на континентальный чемпионат будут и гульцы гонбольного клуба «Гомель». У составе сборной до матчего отбора рыхтуются три гомельчанки. Галкипер Валентина Кумпель, линейная Виктория Шамановская и правая повсередняя Катярына Дубауцова. Мушинская команда гонбольного клуба «Гомель» ровно простыдень у неделю. У Гродно проведе гульню национального чемпионату соперник Кронан. «Гомель Металург» – анонс, який не може не хваляваць аматоров хакея нашего региона. Ненаступным тидня салоду от ГТГ Дербі змогуть отримать у «Гомелі» и у Жлобіне. У четвер 8-го Костычника старевары приедуть у гості Дарысел. 10-го Костычника у якості господаров будуть уже жлобінські хакеісты. Протягнится і чемпионат країни по мініфутболі у Вушайшей Лізе. По пятым туры на своїх пляцовках згуляють тільки ВРЗ і Светлогорські ЦКК. Усі раду вагонобудовнікі будуть приймать столичну ахову «Динамо». ЦКК так само чекає у гості «Динамо» Олес Гродна. Агрокамбінат «Паудньовы» і «БЧ» згуляють у Мінську. «Паудньовы» со столицей, а чугуничнікі з мапідом. Гряті матчі відбудуться у суботу. І на праканці випуску коротко про надвор'е. Перший день наступного тыдня порадують жахароу регіюна теплом. По інформацію обласного гідрометаецентра, 5-го кастрышника шекається в облачне с проясненнями надвор'е. Буде переважно без опадків. У наші раніцей місцями слабый туман. Температура поветра складе плюс 6-11 градусів у наші і плюс 18-23 у день. А вось заутрка надвор'е змінніться. На гомішину прыдусь до жима, махчими на вольниці. Самыми холодными днями по передніх прогнозах будуть выходные. Прогнозується до минус 1-го у ночі і до плюс 4-х у день. Махчими навіть не великі сніг. На гэтым випуск завершено. У студії працавала Маргарита Чубукова. Удалага вам тыдня і до зустрічі у ефірі. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!